Здравствуйте! Вас приветствует информационная программа новости 24 в студии Атикат Магомедова и вот что у нас сегодня в выпуске. Строительство внутри поселковых газовых сетей к населенным пунктам Хунзалского района. Как решили вопрос газификации сегодня в выпуске? Мы найдем сюда газификации. Мы сами проложим этот круг по предшествии. Дань памяти воинам Великой Отечественной войны. В парке Агель в Махачкале продолжается акция Дерево Победы. Около 150 борцов выступят на мемориале Али Алиева в Каспийске. В Махачкале проходит всероссийская акция Дерево Победы. При поддержке правительства республики волонтеры проводят озеленение города. Накануне акция состоялась в столичном парке Агель. Подробнее расскажет Гамзат Нурмагомедов. Более 30 добровольцев собрались на аллее парка Агель. Мальчики и девочки, взрослые дети пришли, чтобы выразить почтение ветеранам, сделать город краше и сохранить большую историю Великой Отечественной войны. Мы стараемся максимально приобщить нашу молодежь вот к таким патриотическим, экологическим мероприятиям. Как было сказано, мы хотим, чтобы вот эта работа, она под таким девизом проводилась не только 9 мая. Принять участие в мероприятии пришли представители Министерства природных ресурсов и Минмолодежи Дагестана. Организаторы перед началом акции выступают с напутственной речью. Напоминает о доблести героев Великой Отечественной войны. Это всероссийское движение «Волонтеры Победы», которое показывает нам, всем взрослым и младшим, и объединяет нас именно в русле патриотического воспитания, любви к своей прекрасной республике и с уникальной природой. Когда, например, ко мне поступило предложение, давайте, Азелевич, мы от вас в парке пройдем такую акцию, то само собой администрация гордости только за, конечно, полный вперед. Мы, как говорится, мы за лучшие, мы за хорошие. Ребята, вооружившись перчатками и лопатой, дружно приступают к посадке цветущих кустарников. Здесь ярко-красные цветы, золотисто-желтые и светло-фиолетовые. Волонтеры посадили более 30 шаровинных хризантем. Помимо этого, активисты заменили сухие деревья на новые, посадили сезонные саженцы тури. Я бы обратился ко всем здравомыслящим людям с призывом приходить, необязательно деревья сажать, с любым каким-то благим делом, которое будет на пользу обществу, государству и всему народу. Акция стартовала по всей России в начале марта. За это время организаторы посадили в Махачкале более 50 деревьев Победы, в том числе и минные саженцы во дворах домов ветеранов Великой войны. Эта акция именно нужно провести. Мы проводим именно, где будет на праву выходить наш ветеран, участник Великой Отечественной, чтобы им приятно было. Мы также здесь с табличкой установим, что это именно приручено к 703-й годовщине Великой Победы, чтобы наши ветераны знали, что о них никто не забывает, помнит. Посадка памятных насаждений продлился в рамках акции до августа текущего года. В Дагестане задействовано более 5000 волонтеров. Цель организаторов – не только озеленение города, но и сохранение истории Великой Отечественной войны. Гамзат Нурмагомедов, Тамила Кадирова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Министр транспорта и энергетики Дагестана Сагид Пашаумаханов и генеральный директор «Газпромежрегионгазмахачкала» Андрей Кожарский провели выездное совещание в Хунзахском районе. Совещание было посвящено ходу строительства подводящего газопровода и внутрипоселковых газовых сетей к населенным пунктам Геничутль, Араних, Хунзах, Цада и Батлаич. Глава Хунзахского района Саид Юсупов поблагодарил гостей за всестороннее внимание к нуждам района и помощь в проведении долгожданного голубого топлива. Он выразил уверенность, что общими усилиями они смогут реализовать данный проект в муниципалитете. Сагид Пашаумаханов в своем выступлении также акцентировал внимание на скорейшее разрешение данного вопроса. По его словам, совместно с «Газпромом» удалось представить обращение к главе республики с целью поддержки и финансирования данного проекта. Андрей Кожарский отметил, что в Хунзахском районе есть электроэнергия, дороги, но не хватает лишь газа, и этот проект необходимо притворить в жизнь. По его мнению, в селе Нетанусе остался самый тяжелый и дорогостоящий участок. И чтобы не портить пашню, пришлось изменить данный проект, включая проведение подземных труб. В этой связи, вот мы сейчас на месте посмотрели, оценили возможности, приняли совместное решение республики и межрегион газа Махачкалы, что наш непосредственно заказчик и главный инвестор в Санкт-Петербурге в ближайшее время, я думаю, что в неделю первую, рассмотрим возможность открытия финансирования. В Махачкале состоялось открытие нового офиса Академической школы дизайна РД. В рамках мероприятия организаторы презентовали очередной и весьма неожиданный проект. На этот раз кулинарный. Как научиться готовить не хуже шеф-повара узнавала Ларьяна Шамхалаева. Открыть новый вид времяпровождения, научиться вкусно готовить или усовершенствовать уже имеющиеся кулинарные навыки. В столице Дагестана открылась кулинарная школа. Кто бы подумал, что приготовление еды – увлекательное занятие, а надев фартуки, можно весело провести время с семьей, улучшить рабочие и укрепить дружеские отношения, отметить день рождения, девичник или повышение по службе. Гурмэ-студия – это некая площадка, это некая арт-кухня, творческое пространство с такой, знаете, особой атмосферой. Мы предлагаем как и программу обучения для людей, которые хотят окунуться в мир кулинарии, кулинарии разных стран. Также и пройти, например, разовые мастер-классы тематические, пройти базовые направления, получить определенную профессию. Или, например, вы можете к нам прийти, провести кулинарный девичник или провести тематический кулинарный день рождения своего ребенка, своей подруги или для себя любимой. Современное немецкое оборудование и ультрамодные кухонные гаджеты Гурмэ-студио в значительной мере облегчат труд повара. А просто взглянуть на процессы приготовления сложных блюд помогут мастер-классы от шефов лучших столичных ресторанов. Фондю, фламбе, эклеры, макаруны – эти слова перестанут казаться каким-то заклинанием. Все, невзирая на возраст и пол, смогут испечь изысканные низкокалорийные десерты. Это будут новинки, как раз такие легкие, муссовые и желе для девушек, потому что все, наверное, следят за своей фигурой и боятся поправиться. Поэтому мы предлагаем легкий вариант, тот, что может подойти именно для девушек, которые следят за собой, которые всегда хотят быть на уровне. Ежедневно в индустрии питания появляются новинки – новые блюда, новые способы оформления и приготовления. Как считают кукинг-эксперты, сегодня люди готовят, чтобы не просто насытиться, они вкладывают душу и используют творческий подход. Именно поэтому руководителям проекта пришла идея объединить гурманов и эстетов под одной крышей. На улице Даниялова в доме 39 проходят занятия по флористике, курсы кройки, шитья, рисования и дизайна интерьера. Мы изучаем здесь различные техники декорирования интерьера, то, что можно сделать в интерьере, чем можно украсить интерьер, чем можно его декорировать. Ребята у нас проходят такие техники, например, как настенная роспись, масляная живопись. Они изучают рельеф, объемное изображение, батика, роспись по ткани, роспись по стеклу. То есть такие разные, довольно разноплановые техники, которые они потом уже могут применять, если будут делать какие-то свои объекты, проекты, то есть все это могут гармонично вписывать в интерьер. Собрать благоухающий букет, комбинирующий с платьем, которое вы шили сами, соорудить люстру из подручных материалов, оформить колоритный витраж, получить советы по проведению идеального кавказского бранча и английского ланча, раскрыть секреты приготовления узбекского плова и итальянской пасты. Теперь просто. Оторвитесь от скучной теории и приступайте к практике. Ларианна Шимхалаева, Асия Гуляхмедова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Дагестанка Зарема Алиева вошла в топ-20 победителей всероссийского онлайн-конкурса детской и семейной фотографии. Девушка сделала фото не на профессиональную камеру, а на телефон и представила свою работу под названием «О феях». Наш корреспондент Ума Ибрагимова встретилась с фотографом и узнала, в чем волшебство ее работы. Именно эта фотография позволила обычному фотографу из Дагестана воплотить в жизнь свою небольшую мечту. Попасть в число лучших в российском фотоконкурсе. Зарема Алиева сфотографировала дочь подруги во время вечерней прогулки. И как рассказывает она сама, девочка часто бывает на ее фотографиях. Эта фотография была сделана в этом парке, когда мы приехали с подружкой на вечернюю прогулку. Мы часто выходим погулять. Это было действительно минутное видение. Когда ты что-то увидел, и получилась фотография. А почему именно девочка? У нас с ребенком очень теплое отношение. То есть вы детей любите фотографировать? Ну да. Ну и с этой девочкой у нас действительно сложились, если просматривать хронологию моих фотографий, этот ребенок постоянно присутствует на фотографии. Отправлять фото на конкурс не было в планах Зарема, ведь снимок был сделан на обычный телефон. Девушка опубликовала фотографию и только после многочисленных положительных отзывов и предложений решилась принять участие в конкурсе. Почему именно такая идея? Почему о феях? О феях? Когда я выложила ее в инстаграм, все стали писать сказочно, волшебно. И после, когда ты посылаешь фотографии на конкурс, постоянно нужно указывать название. Я думала, вначале хотела написать о сказках, а потом девочка такая сказочная, и пришло название о феях. Полет птицы, звездное небо или же град. Эти явления вторичны для Зарема. Девушка предпочитает больше портретные съемки. Конкурс семейных и детских фотографий не единственной, где принимала участие Зарема. Несколько лет назад она вошла в двадцатку победителей конкурса National Geographic «Многонациональная Россия». Девушка представила фотографию под названием «Ожидание матери». Ума Ибрагимова, Мухаммад Магомедов, Асия Гуляхмедова, телеканал ЛНТ, Махачкала. 23 августа на стадионе Анжи-Арены стартует республиканский конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества «Арена Славы». О подготовке к конкурсу рассказали организаторы. На пресс-конференции побывала и наш корреспондент Алина Хасамбекова. Республиканский конкурс-фестиваль «Арена Славы» проводится с целью развития творческих способностей и совершенствования мастерства юных дарований. Как отметила арт-директор Анжи-Арены Аймисия Амирова, строгих номинаций в конкурсе не существует. Главное условие – это наличие таланта участника в любых направлениях. Конкурс очень похож на проект на центральном канале «Минута Славы». То есть каких-либо строгих номинаций в конкурсе не существует. Будет уже в виде каждой выходной показательного выступления. Основными задачами фестиваля является выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых солистов и коллектива в республике. По словам организаторов, участники фестиваля разделяются на две возрастные категории. Это конкурсанты в возрасте от 7 до 18 лет и от 18 до 23 лет. Порядок проведения конкурсных просмотров и критерии оценки выступлений выступает в трех вариантах – компетентное, жюри, зрители в зале и через социальные сети. Есть основная страничка «Эй-профиль-5». Дабы обезопасить самих себя, мы сделали «Эй-профиль» нижнее подчеркивание «Итоги», которое ориентируется под данный конкурс. Ну, собственно, чтобы, во-первых, еще два в одном. Чтобы обезопасить, мы сделали следующую страничку, будет закрытая. Что касается награждения, то на брифинге было отмечено, что всем участникам фестиваля будут вручены дипломы и памятные подарки. Также предполагаются денежные призы первой тройки победителей. Алина Хасамбекова, Нурмухаммад Мухаммадов, телеканал ННТ, Махачкала. Далее краткий обзор событий от Абдуллы Алиева. В Дагестане начался серийный выпуск пассажирских и грузовых лифтов. В рамках реализации программы импортозамещения промышленности на базе Кезлярского электроаппаратного завода начался серийный выпуск пассажирских и грузовых лифтов под собственным брендом грузоподъемностью от 200 до 1500 килограммов. Дагестанские синоптики обещают лето без погодных аномалий. Руководитель дагестанского гидрометцентра Абдулгалим Дадашев рассказал, что в этом году лето должно быть без погодных аномалий, а средняя температура воздуха будет соответствовать многолетним нормам с умеренными осадками. И только лишь местами будут наблюдаться дожди и грозы. Махачкалу признали городом самым низким показателем по стоимости квадратного метра в России. Средняя стоимость квадратного метра в столице республики составляет более 27 тысяч рублей. Стоит отметить, что специалисты проводили анализ среди городов России с населением более 300 тысяч человек. В эти выходные в Каспийске пройдет 48-й мемориал пятикратного чемпиона мира по вольной борьбе Али Алиева. О подготовке к международному турниру об его основных участниках говорили сегодня на площадке Риадагестан. С подробностями Курбан Рагимов. На вопросы журналистов отвечали замминистра по физической культуре и спорту республики Гайдарбек Гайдарбеков, старший тренер сборной Дагестана Гайдар Гайдаров и самый титулованный участник чемпион мира Франк Чамиза. Мемориал Али Алиева пройдет в одноименном дворце спорта. За призовые в размере 150 тысяч рублей поборются вольники из 14 зарубежных стран. По традиции отдельным составом будет представлена сборная Дагестана. Очень много спортсменов бороться, люди, которые на чемпионат России не отобрались, на чемпионат мира. Те ребята, которые отобрались, они не будут бороться. Основной состав будет второй, третий состав. Может кто-то будет людям, кому интересна дагестанская обувольная борьба. Те люди приедут. Особенно наш гость здесь сидит, тоже на чемпион мира. Очень приятно, что такие именитые спортсмены приехали к нам. Пожалуй, самой ожидаемой встречей на турнире станет поединок в легком весе между чемпионом мира 2015 Магомед Расулом Гази Магомедовым и действующим чемпионом Европы Франком Чамиза. Для итальянского вольника этот старт послужит очередным этапом подготовки к мировому первенству в Париже. Сейчас они выражают его вместе и опять они будут конкурировать на Алиэльевском турнире. Каково это? Как ты настраиваешься на него отдельно? Как вообще подходишь к этому? Гази Магомедов отличный борец, но соревнования в Болгарии, где я проиграл ему, это не лучший период в моей карьере. Сейчас ситуация изменилась. Я нахожусь в ранге чемпиона Европы этого года и настраиваюсь только на победу. Франк Чамиза частый гость в республике. Готовится сам и делится опытом с нашими борцами. Когда к нам приезжают, мы должны радоваться. А тут люди некоторые, там читаешь комментарии, вот он приехал здесь, натаскался наших выигрывать. Он наших и так, и так выигрывал. Он чемпион мира 15-го года. Четверо олимпийских игр 16-го года. А сейчас он стал с января сюда приезжать. Я говорю, ребята, проходите, он в урожае тренируется. Берите, становитесь, посмотрите, пощупайте, где и с какой стороны подобраться. Я считаю, что если такие борцы, как он, талантливые борцы, будут приезжать, это только плюс для нашей борьбы. Международный турнир памяти Али Алиева стартует 8 июля в 10 часов. В первый день на ковер выйдут вольники в четырех весах до 57, 65, 74 и 97 килограммов. Официальное открытие состоится в 17.00. Вход бесплатный. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И к концу выпуска о курсе валют на завтра. Доллар остановился на отметке 59,57 рубля, евро – 67,67 рубля. Еще больше новостей вы можете увидеть на нашем сайте nnttv.ru. Ну а я с вами прощаюсь. Хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!